Шалом друзья, меня зовут Александр Гольдберг Я рад быть здесь с вами И мы ведем нашу передачу из Хайфе Хочу сразу попросить прощения за фоновые помехи Вы, возможно, слышите шум К сожалению, буквально у нас за стенкой Здесь в соседней организации идет ремонт И мы никоим образом не можем устранить эти помехи Я прошу прощения и заранее спасибо вам за ваше понимание и терпение Мы продолжаем разговор о законе Моисеевым, о Таре И хочу просто напомнить сначала, что в прошлый раз Мы говорили о парадоксальных, на первый взгляд, словах апостола Павла Из первого послания к Коринфянам, главы 15 Где он говорит, сила греха – закон Павел понимает, что когда человек слышит такую вещь Что грех черпает свою силу в Таре или в законе Отсюда очень легко сделать неправильный вывод О том, будто закон является источником греха Но многие люди этот вывод все-таки делают И, может быть, они не всегда об этом заявляют во всеуслышание и прямым текстом Но, во всяком случае, вместо того, чтобы объявить войну греху Войну сплошь и рядом объявляют закону То есть, провозглашается такой лозунг Долой закон, да здравствует благодать О благодати у нас речь пойдет вскоре А пока давайте разберемся с первой частью этого лозунга Долой закон Ведь звучит вполне логично, правда? Закон усиливает грех Значит, закон вреден А раз он вреден, его нужно отменить Отменяем закон Что получаем? Хороший вопрос Получаем беззаконие Это и есть тема нашей сегодняшней программы У слова беззаконие есть два значения Первое – это нарушение закона То есть, преступление Второе – это отсутствие закона Когда кричат «Долой закон!», имеется в виду, конечно, именно вот вторая ситуация Потому что чувствовать себя преступником закона надоело Кому это нравится Поэтому, дескать, давайте зрить в корень И решать главную проблему Давайте устраним сам закон Устраняем закон Заодно устраняем даже само понятие о преступлении Теперь приступать-то нечего Закона нет Нет и преступления Нет преступления – ты не преступник Ты не преступник Ты не должен чувствовать себя виноватым И стыдиться тебе, соответственно, нечего Как хорошо Все классно Теперь все, что не делается – правильно То есть, все теперь можно Неправильного просто нет Что я делаю – то и правильно По крайней мере, для меня Я теперь сам себе закон А ты – закон сам себе Ну, если у нас с тобой разные законы Ну, ничего Еще и Эйнштейн сказал Что в этом мире все относительно Поэтому, как говорится, не парься Проще будь И люди потянутся Вот тебе простой, как три рубля Секрет человеческого счастья Не судите И несудимы будете Живи И не мешай жить другим Несмотря на цитату из Нагорной проповеди Это, конечно, звучит все-таки Очень по-мирски Правда? Конечно Я согласен Но Это не проблема Мы с вами сейчас быстренько Все это облагородим Одухотворим Главное в этом деле Грамотно использовать слова Слова надо поделить на наши И не наши Наши слова Это Свобода Во Христе Или в Мессии Если вы говорите с мессианскими людьми С мессианскими верующими Еще наши слова Это Вера Сердце И Благодать Ну, и еще, конечно Особенно в случае харизматов Коим, кстати, отношусь и я Поэтому имею право об этом говорить Водительство Святого Духа А вот Не наши слова Не наши слова Плохие слова Ну, не плохие Плохих и хороших нынче нет Мы же договорились, да? Но не наши Это закон Законничество Дела закона Ну, и Чтобы звучать уж совсем умно Нужно ведь использовать слова Которые кончаются на изм для этого, да? Возьмем для этой цели Такое слово Морализм И вот тогда получается Примерно такой расклад Делаешь, что хочешь Что душеньке угодно Ну, соответственно Что ей не угодно Не делаешь А дальше говоришь Например Что тебе Дух Святой сказал Ну, сделать какое-нибудь безобразие Ну, классический случай Это Бросить жену И жениться на молодой секретарше То есть Какой-нибудь еще Гадость Которую даже неверующие Здравомыслящие люди Понимают, что это гадость Или можно сказать Что ты спасен верой А не делами И только Господь знает Как много У тебя веры Потому что только Господь Видит сердце Где вера-то обитает Можно также Просуждать о благодати Часкать Мы под благодатью А не под законом Поэтому все разговоры О том, что правильно И неправильно Это ветхозаветный Морализм Вот оно Давно Отжившись свое А мы Новозаветные Верующие Мы выше этого Законничества Ну, вот Как-то так Что на все это сказать А говорить Ничего не надо Достаточно Просто почитать Что сказано О беззаконии В посланиях В писании, простите Хотя бы в Новом Завете Давайте начнем Сначала С Евангелия от Матфея Глава Седьмая Входите тесными вратами Потому что широки врата И пространен путь Ведущий в погибель И многие Идут ими Потому что тесны врата И узок путь Ведущий в жизнь И немногие Находят их Берегитесь лжепророков Которые приходят к вам В овечьей одежде А внутри Суть волки Хищные По плодам их Узнайте их Собирайте С терновника виноград Или Срепейника Смоквы Так всякое дерево доброе Приносит и плоды добрые А худое дерево Приносит и плоды худые Не может дерево доброе Приносить плоды худые Ни дерево худое Приносить плоды добрые Всякое дерево Не приносящее плода доброго Срубают и бросают в огонь И так по плодам их Узнайте их Не всякий Говорящий мне Господи Господи Войдет в царство небесное Но исполняющий волю Отца моего Небесного Многие скажут мне в тот день Господи, Господи Не от Твоего ли имени мы пророчествовали И не Твоим ли именем бесов Изгоняли И не Твоим ли именем многие чудеса творили И тогда Объявлю им Это говорит Ешо Я никогда не знал вас Отойдите от меня Делающие беззаконие Ешо сказал, что будут люди Которые однажды услышат от него Вот эти страшные слова Я никогда не знал вас Отойдите от меня делающие беззаконие И может быть вы думаете, что это будут язычники То есть идолопоклонники То есть мирские неверующие люди Нет Эти люди Во всяком случае производят впечатление Истинно верующих Они называют Ешо Господом, они говорят Господи, Господи Более того, они пророчествуют Изгоняют бесов Творят чудеса Именем Ешо творят чудеса Во имя Ешо пророчествуют Во имя Ешо изгоняют бесов То есть Бог вроде бы использует этих людей И еще как Можно грешным делом позавидовать Тому, как он их использует И тем не менее Ешо говорит им Я никогда не знал вас То есть ни пока вы пророчествовали В мое имя Ни пока вы изгоняли бесов Моим именем Ни пока вы творили чудеса Моим именем Я не знал вас Почему? Потому что делая все эти вещи Они при этом также творят беззаконие Давайте продолжим читать Матфея Глава 13 Здесь Ешо рассказывает Несколько притч В том числе Притчи о плевелах То есть о сорняках Царство небесное Подобно человеку Посеявшему доброе Семя на поле своем Когда же люди спали Пришел враг его И посеял между пшеницей Плевелы И ушел Когда взошла зелень И показался плод Тогда явились и плевелы Придя же Рабы домовладыки Сказали ему Господин Недоброе ли семя Сеял ты на поле твоем Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им Враг человека Сделал это А рабы сказали ему Хочешь ли мы пойдем Выберем их Но он сказал нет Чтобы выбирая плевелы Вы не выдержали Вместе с ними пшеницы Оставьте расти вместе И то и другое До жатвы И во время жатвы Я скажу жнецам Соберите прежде плевелы И свяжите их в связке Чтобы сжечь их А пшеницу Уберите в житницу мою Немного погодя Ученики Попросили его Истолковать Смысл этой притчи И вот что он сказал Сеющий доброе семя Есть сын человеческий Поле есть мир Доброе семя Это сыны царствия А плевелы Сыны лукавого То есть дьявола Враг посеявший их Есть дьявол Жатва есть кончина века А жнецы Суть ангелы Посему Дальше продолжает Ишо Как собирают плевелы И огнем сжигают Так будет при кончине века Сего Пошлет сын человеческий Ангела своих И соберут Послушайте внимательно Соберут из царства его Все соблазны То есть все преткновения И делающих беззаконие И ввергнут их В печь огненную Там будет плач И скрежет зубов Тогда праведники Восияют как солнце В царстве отца их Кто имеет уши Слышать Да слышит Очень интересная притча Не правда ли Судя по ней Господь не торопится Отделять плевелы От пшеницы То есть до поры до времени В его царстве Я подчеркиваю Ни где-то Ни в этом грешном мире Ни на нашей грешной земле Как бы А вот в его В чем-то что называется Его царство В его царстве Есть и соблазны И делающие беззаконие Но конец У обоих Мы с вами слышали Печальный В обоих случаях Хочу обратить ваше внимание Еще на одну вещь В обоих случаях И в седьмой главе Матфея В этом отрывке Из Нагорной проповеди Здесь в тринадцатой главе Когда Ишу рассказывает Принчу Он говорит о ком? Он говорит о делающих Беззаконие Получается, что Бог обращает Довольно пристальное Внимание На наши дела Делающим беззаконие Не место В его царстве По крайней мере Так говорит Ишуа И мне кажется Что к нему стоит прислушаться Но может быть Все это Касается только Мессианских евреев Скажет кто-то Кто Слышал Не только Мои предыдущие программы Но и программы Других Проповедников И учителей Которые появляются На Аозис Медиа Или в мессианских ресурсах Можно сказать Да, в конце концов Ваши цитаты Обе Очень удобно Взяты из Матфея Самоеврейского Из всех четырех Евангелий Где делается Сильный акцент На Тару Ну хорошо Давайте прочитаем Что говорится На эту тему В других книгах Нового Завета Прежде всего К книге Откровения Ишуа обращается К семи общинам Все они находятся В Малой Азии И состоят По всей видимости В основном Из неевреев Что же Ишуа говорит им Каждое общение У него отдельное послание Но общее между ними То Что за исключением одной Всем остальным Шести общинам Он говорит такую фразу Знаю Твои Дела Не знаю Твое сердце Не знаю Твои намерения И даже Не знаю Твою веру Нет Знаю Твои тела Говорит он Давайте также посмотрим Что пишет на эту тему Апостол язычников Раф Шауль Он же Павел Очень сильно Проповедовавший Спасение верой А не делами закона Посланник Титу Главе 2 Он пишет Что Ишуа Цитирую Дал себя за нас Чтобы Избавить Нас От всякого Беззакония И очистить Себе Народ особенный Ревностный К добрым делам Теперь я задаю вам вопрос Зачем Ишуа умер Чтобы обеспечить Нам бесплатный билет На небо Здесь об этом Ничего не сказано Об этом тут Нет ни слова Здесь написано так Чтобы избавить нас От всякого Беззакония И теперь я задаю Следующий вопрос А избавить нас От беззакония Бог хочет Где На небе По-моему Беззаконий Нет И соответственно Избавлять нас От них Там Не нужно Беззакония Есть здесь На нашей с вами Грешной земле По которой мы Ноженьками Ходим Каждый день То есть В этой жизни Мы призваны Быть Избавленными От всякого Беззакония И делать какие-то Добрые дела Которых тоже Говорится в конце Нашего стиха Ну и еще одно место В Новом Завете Которую я предлагаю Прочитать В этой связи Это первое Послание Коринфянам Шестая глава Стихи с 9 по 11 Или не знаете Что неправедные Царство Божье Не наследует Не обманывайтесь Пишет Павел Ни блудники Ни идолослужители Ни прелюбодеи Ни малаки Ни мужеложники Ни воры Ни лихаимцы Ни пьяницы Ни злоречивые Ни хищники То есть грабители Воры Царство Божье Не наследует И такими были Некоторые из вас Но омылись Но осветились Но оправдались Именем Господа нашего Иисуса Христа И Духом Бога нашего Кого апостол Павел Здесь называет Неправедными Людьми Мы с вами помним Что в послании Кремлянам Он пишет Такую вещь Сердцем веруют К праведности И соответственно Неправедные У Павла Это по идее Неверующие Сердцем Конечно же Это так Но это не только так Потому что здесь Мы с вами видим Что здесь Он ни слова Не говорит О сердце Он ни слова Не говорит О вере Неправедные Которые Не наследуют Царство Божье То есть Не имеют Жизни вечной Это люди Которые Ведут Неправедный Образ Жизни То есть Это блудники Это идолслужители Это неверные Мужья и жены И так далее То есть Приступающий Закон Итак Подведем итог Промежуточный В предыдущей программе Мы видели Что закон В общем-то По большому счету Не решает Проблему Греха Он свят Он дан во благо Но он Не решает Основной Проблемы Человека Он не меняет Наше сердце Более того Он подстегивает Греховные страсти И Фактически Усиливает Даже Грех И конечно Первое Что приходит В голову Это отменить закон Но сегодня Мы увидели Что это ведет К беззаконию И тоже Совершенно Не решает Проблему Возникает вопрос Ну а где же тогда выход Из этой Казалось бы Безвыходной Ситуации В послании к римлянам Главе 6 Павел пишет Такие слова Грех Не должен Господствовать Над вами Ибо вы Не под законом Но под Благодатью То есть выход есть И он в том Чтобы быть Как говорит Павел Не под законом Вот эти слова Не под законом Они звучат Почти как Без закона Очень похоже Не под законом Без закона Но на самом деле Это что-то Совершенно другое И Мне кажется Мы с вами Просто обязаны Понять Что Павел Имел ввиду Говоря эти слова Обязаны Потому что В этих словах Вы не под законом А под благодатью Заключается Один из ключей К разрушению Господства Греха Над нами И это тема Нашей следующей программы Так что Оставайтесь с нами Спасибо Спасибо